Да, одних возгласов для того, чтобы выглядеть как настоящий индейц, недостаточно. Нужно сделать головной убор, а за этим далеко идти не придется. Можно заглянуть в соседний кабинет. Вике пришли на помощь ее верные друзья, канцелярские принадлежности. Степлером она скрепляет бумажные перья и ободок. Разукрашивает тем, что под рукой оказалось, гуашью. Между прочим, на весь процесс у нашего занятого офис-менеджера ушла неделя, выкроенная из обеденных перерывов. Сначала нужно вырезать длинную полоску, она будет у нас ободком, на который будут кривиться перья. Перьев нужно сделать как можно больше, разной длины желательно, потому что сзади они будут длинные, впереди они будут короткие, чтобы они торчали, ну и чтобы немножко прикрывали сзади голову. Вике пришли на помощь ее верные друзья, канцелярские принадлежности. Степлером она скрепляет бумажные перья и ободок. Разукрашивает тем, что под рукой оказалось, гуашью. Между прочим, на весь процесс у нашего занятого офис-менеджера ушла неделя, выкроенная из обеденных перерывов. Чтобы оживить перья, шаман окрашивал их основание в священную красную охру. Живое перо могло прикрепляться к пуховой шапке или коже. Позже перья головного убора начали соединять с ухожилием. С появлением анилиновых красителей, солнечный головной убор стал более ярким. Красился обычно пух. Красные и желтые цвета. Кстати, перо орла при покупке стоило столько же, сколько хороший конь. Вернемся к головному убору Виктории. Наступило время примерки. Из украшения бисерная лента и вышитые розетки на висках. Такая перьевая шапка носилась индейцами в бою, но чаще на торжественных церемониях. Урина Сотникова, Александр Анисимов, Игорь Антонов, Телемикс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова